В России начали конфисковывать автомобили у пьяных водителей. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Если вы помните, совсем недавно я рассказывал об инициативе депутатов по изъятию автомобилей у водителей, которые были остановлены на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Пока на сегодняшний день эта инициатива официально не утверждена, не принята, и она находится на стадии обсуждения. Вообще, с чем это все было связано? Дело в том, что на сегодняшний день все больше становится случаев, когда водители садятся за руль своих автомобилей в состоянии алкогольного опьянения повторно. То есть, человека один раз уже лишили прав, выписали ему штраф за пьяное вождение 30 тысяч рублей, затем он садится за руль повторно, соответственно, его если остановили, он уже попадает не под административный кодекс, а под уголовный, и, соответственно, по статье 264.1 ему грозит уголовное наказание. Однако, далеко не всегда суды выносят уголовное наказание в виде реального лишения свободы. То есть, по этой уголовной статье 264.1 есть ряд альтернативных наказаний в виде большого штрафа, который, как я уже говорил, летом 2021 года был увеличен до 500 тысяч рублей в виде обязательных работ, исправительных работ и так далее. То есть, в данном случае реальное лишение свободы выступает чаще всего в виде крайней меры. То есть, когда человек уже два или три раза садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, только в таком крайнем случае его лишают реальной свободы. Соответственно, если же человек, например, второй раз сел за руль в состоянии опьянения, и ему по этой уголовной статье вынесли не лишение свободы, а, к примеру, штраф или обязательные работы, то, соответственно, он рано или поздно может опять сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, потому что он остается на свободе, и у него велик соблазн совершения повторно данного правонарушения. Именно в связи с этим депутаты предлагали ввести обязательную конфискацию автомобилей у пьяных водителей, таким образом лишив их, скажем так, орудия совершения правонарушения. Как я уже сказал, на сегодняшний день эта инициатива не принята официально, но, тем не менее, в регионах сотрудники ГИБДД уже начали применять возможности законодательства для того, чтобы уже сейчас лишать пьяных водителей своих транспортных средств. Одним из первых таких регионов стала ТУВА. Дело в том, что сотрудники применяют такие положения действующего законодательства, согласно которым автомобиль признается орудием совершения правонарушения. Ранее про это я вскользь уже упоминал в видеоролике, который касался установки шторок на окнах автомобилей. Тогда я рассказывал про то, что иногда сотрудники ГИБДД изымают их, признавая их орудием совершения правонарушения по статье 27.10 КОАП РФ. То есть, соответственно, точно так же, как и шторки, таким же образом можно изъять полностью автомобиль. При этом, если ранее, к примеру, человек был пойман пьяным за рулем, его, соответственно, отстранили от управления, машину на эвакуаторе отвезли на штрафстоянку, то он мог уже буквально через день, через два прийти, штраф оплатить, и с кем-то, у кого водительское удостоверение есть, кто трезвый, с ним забрать свою машину со штрафстоянки. Соответственно, в дальнейшем он легко мог оказаться зарублен, даже будучи лишенным прав. Теперь же, согласно вот этой новой практике МВД, если автомобиль признан орудием совершения правонарушения, то, соответственно, он остается на штрафстоянке до окончательного вынесения решения суда. А судебные решения, как известно, у нас могут вноситься там и месяц, и два, и до полугода, и даже целый год может машина там простоять. Соответственно, к тому моменту, как будет вынесено решение суда по делу такого водителя, сумма за нахождение транспорта на штрафстоянке набежит такая, что, скорее всего, для большинства автолюбителей она будет либо сравнима со стоимостью автомобиля, либо даже будет ее превышать. Таким образом, получается, у человека либо просто не будет денег, чтобы забрать эту машину, либо не будет просто-напросто экономической целесообразности возвращать эту машину со штрафстоянки. Мы сейчас прорабатываем практику совместно с дознанием и внедряем такой метод, как задержание транспортного средства в качестве вещественного доказательства. И неважно, кому принадлежит эта автомашина – водителю, либо другому лицу. Каждый день инспекторы выходят в наряд с собой, алкотестер, потому что знают – пригодится. Результат оседействует – 0,89 мг. литра. Тем самым установлено состояние автомобиля. Вы вообще не имеете права за руль садиться? Я знаю, а вы же не имеете права меня тут так задерживать. Не так, а два качества у вас как-то же. Кто и позволит себе сесть за руль в пьяном виде, то после задержания он точно уже не сможет забрать свое транспортное средство ни через день, ни через неделю, ни через месяц. Возможно, это произойдет только через год, и то при наличии у него финансовых средств. Таким образом, получается, что на сегодняшний день именно отдельного механизма по изъятию автомобилей у пьяных водителей не утверждено, его нет. Но, тем не менее, используя действующие положения нормативно-правовых актов, фактически использовать этот метод для борьбы с пьяными нарушителями в регионах уже начали. Вот такая вот информация. Что вы думаете по этому поводу? Можете поделиться своим мнением в комментариях. Всем удачи на дорогах и всем пока!